Итак, в столице голодовка продолжается уже вторые сутки. Здесь собрались женщины в основном, это матери-одиночки, родители детей-инвалидов и многодетные матери. Они требуют от государства трех вещей. Это отмена принудительной вакцинации, выдача пособий 21 тысячу тенге и решение жилищных вопросов. Но пока эти вопросы не решаются. Что же будет дальше? На этих кадрах видно, на чем женщины спали всю ночь. Если бы не картонки, которые обычно стелют лица без определенного места жительства, холодный гранит наверняка бы подпортил женщинам здоровье. По словам матерей, сердобольные жители приносили им еду и питье, но они отказались, так как голодовка еще не закончена. А власти, говорят женщины, позакрывали все близлежащие туалеты. Среди нас есть те, кто болеет циститом, возмущаются женщины. Акимат кивает на Министерство соцзащиты, у дверей которых и собрались митингующие. Но у ведомства закрыты двери. По словам женщин, они якобы закрыты на карантин. Вот такой вот замкнутый круг. Если в начале акции протеста женщины сидели молча, то после холодной и голодной ночевки они стали буквально кричать. Тут около шести женщин беременных. Вторые сутки уже не пьют, не кушают. А реакция властей? А? Реакция властей какая? Реакции властей никаких. Кроме советника Акима здесь никого не было. Они что вам говорят? Сесть в автобус, поехать в Акимат? Да. А мы знаем, что в Акимат никто ничего не решит. Там уже год продолжается. Полтора года уже продолжается, как это все происходит. Чтобы получить льготное жилье, для начала надо встать в очередь. Но здесь тоже не все так гладко. Очередь это сегодня не для всех, только для нескольких категорий граждан. На долю сирот сразу выделяется не меньше 20% новостроек. Остальные 80% делятся пропорционально среди оставшихся категорий очередников. Женщины заявили, что устали от обещаний и хотят быстрого решения вопроса. Но представителей властей говорят, что так быстро не бывает. По словам митингующих, Акимат просто пригнал большой автобус и закрыл акцию протеста, чтобы никто их не видел. А одна из женщин уверяет, что ее под предлогом угрозы ковид затащили в скорую и не хотели оттуда выпускать. И даже порвали одежду. Санврачи говорят, что женщины нарушают карантин. Но по словам митингующих, их немного и они все в масках. Среди людей, которые жаловались на состояние здоровья, мы при оказании медицинской помощи замерили температуру тела. И температура показала 36,9 градусов. Вы же сами сказали, что 36,9. Это же невысокая температура. Так, норма температуры сколько у человека? Вам виднее вылететь. 36,6 человек, да. Ну, сказали 37, да. Это подозрение на коронавирусную инфекцию, то есть ПЦР. По словам сотрудников Акимата, дать кому-то жилье вне очереди невозможно. Во-первых, решение о выделении жилья подписывает не один человек, а группа. Во-вторых, на каждого новоиспеченного квартиры владельца составляется целый отчет с обоснованием, который заверяется юристами отдела. Эти отчеты можно в любой момент поднять и проверить обоснованность принятых решений. Более 46 тысяч человек стоят в очереди. Ну, около 50 тысяч. Вот там инвентаризация сейчас проходит. Поэтому, ну, понятно, что там есть очередность, есть разные категории. И одновременно, скорее всего, все эти люди квартиры не получат. Многодетным семьям придется ждать до 2025 года. В течение семи лет будет построено более 40 тысяч арендных квартир. А пока много многодетных семей проживает в ужасных условиях, в холодных временках. Боржин Шейхмед, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро.